Всем привет, я Екатерина Шумила и вы смотрите блог на Политека Ньюз. Политики, актеры, спортсмены, бизнесмены и другие знаменитые личности все чаще сообщают о заражении коронавирусом. Кто из известных людей успел заболеть на этот зловещий вирус, а кто уже вылечился, расскажем в этом блоге. Подписывайтесь и продолжайте смотреть, будет интересно. Сын королевы Елизаветы II заболел на коронавирус. Наследнику британского престола 71 год. У принца Уэльского положительный результат теста на коронавирус, сообщили сегодня. Представители королевской резиденции добавили, что симптомы у Чарльза слабые и он хорошо себя чувствует. У его супруги, 72-летней Камиллы, вирус не нашли. В соответствии с рекомендациями правительства врачей, принц и герцогиня находятся на самоизоляции в своем доме в Шотландии. Неизвестно от кого именно Чарльз смог заразиться, поскольку в последние недели ему приходилось часто появляться на публичных мероприятиях, на которых он старался не здороваться за руку. Букингемский дворец поспешил сообщить, что королева Елизавета, которая в последний раз встречалась с принцем Уэльским 12 марта, находится в добром здравии. Голливудская актриса родом из Украины Ольга Куриленко на этой неделе заявила, что вылечилась от коронавируса. Девушка Бонда рассказала в своем инстаграм о симптомах COVID-19. 40-летняя Куриленко в первую неделю болезни провела с высокой температурой. Подняться было тяжело, усталость сумасшедшая, головная боль дикая, писала актриса. На вторую неделю температура больше не повышалась, но появился легкий кашель, а усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет, только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь, написала Куриленко. Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга, певица Рита Уолсон, заразились коронавирусом в Австралии. На этой неделе он рассказал о самочувствии. Заразившийся коронавирусом 63-летний актер прошел курс лечения и уже выписался из больницы, но находится на домашнем карантине. Привет, народ! Прошло две недели с первых симптомов и нам уже лучше. Самоизоляция работает так. Вы никуда не ходите, ничего ни от кого не берете и не получаете. Здравый смысл такой. Это займет некоторое время, но если вы позаботитесь о себе и других и откажетесь от некоторых вещей, то и это скоро закончится, написал он в своих соцсетях. Когда он впервые сообщил о заражении, то писал, помните, что несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачет. Заболел на коронавирус еще один монарх, князь Монако Альберт Торой. Сын легендарной актрисы Грейс Келли рассказал журналу People, что симптомы коронавируса у него похожи на грипп. Не слишком высокая температура и небольшой кашель. Началось заболевание с насморка, который впоследствии прошел. Альберт Торой не подозревает о том, где мог заразиться. Сейчас князь на домашней изоляции, а его семья в королевской резиденции Rock Angel. Симптома вируса у них нет. Заболела супруга премьера Канады Софи Грегуар Трюдо. С ней в изоляции находится и сам премьер-министр Джастин Трюдо, у которого симптомов нет. Нахождение в карантине дома ничто по сравнению с другими канадскими семьями, которые могут пройти через это и для тех, кто сталкивается с более серьезными проблемами со своим здоровьем. Мы справимся с этой ситуацией вместе, сообщила Софи Трюдо. Если говорить об Украине, случаев заболевания на коронавирус среди звезд пока что нет. Надеемся, не будет. Однако все чаще заморская хворь косит высших государственных чиновников и серьезно вмешивается в планы Верховной Рады. Объяснений этому может быть два. Первое. Государственным служащим доступны тесты на коронавирус, в отличие от простых смертных. И именно госслужащие чаще других ездят за границу. Напомню, что коронавирус подтвержден уже у четырех народных депутатов. 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы доверия Сергея Шахова обнаружили коронавирус. На внечередном заседании он не был, но до этого приходил в комитет. Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов. Члена фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Александра Лукашева и представителя фракции «Слуги народа» Руслана Горбенко. У депутата группы доверия Сергея Вельможного коронавируса не обнаружили, но заболел его сын. А во вторник заразился коронавирусом внефракционный депутат Сергей Рудик, который стал четвертым официально заболевшим депутатом. Также заболел одесский прокурор и ходят слухи, что бывший глава СБУ Валерий Хорошковский. Но об украинских чиновниках, больных на коронавирус и работе Верховной Рады мы расскажем уже в следующем блоге. Поэтому подпишитесь, чтобы ничего не пропустить, а также напишите свое мнение, что вы об этом думаете.